СДЕЛАНО В ВЯТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ 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 по 362, которая продавалась, а то помнит, с 11 утра и до 8 вечера, ну и слушать, конечно, и хорошую музыку на хорошем виниле и уже на относительно хорошей аппаратуре. Ну, вот май 1973 года заканчивается, начну, конечно, из воспоминаний, заканчивается школа, начались они, конечно, последний звонок, да, ну, все было, наверное, в традициях, выпуск, они и гуляли, ну, конечно, никто не думал алкоголь какой-то там не продавать в этот день, но, тем не менее, вот школу закончили и почему-то в один прекрасный день вдруг во двор все выходят и выходят в светло-голубых джинсах Милтонс. Видимо, в Иров был завоз этих Милтонсов, эти были решенные джинсы, лейбл с двумя слонами, и вот весь двор в этих Милтонсах вышел, а у меня нету, это горе, а позже спел Гребенчиков, он не знакомец, что завид, ты без джинсы инвалид. Вот джинсовый бум еще не начался, но, тем не менее, вот эти летние Милтонс, у меня родительница туда-сюда напрягла всех, видимо, своих приятельниц из торговли, на эту, видимо, и АБХСС следил, и все, ну, нету джинсов вообще, вот что делать, ну, довольно болезненно, конечно, воспринималось, и тут подсказали, а где-то в районах, чуть ли там и на заводы, там в качестве спецодежды джинсы шлют, да и могут продаваться. Дядя в это время работал вторым секретарем в Неме, ему телеграмм наугад, вот там, есть ли джинсы, вот ответ пришел эпохальный. А вот телефона не было, да, ни СМС, ни их-то там мессенджеров, ничего, вот телеграмма. Телеграмму, в принципе, да. То, помните, надо было прийти на почту, написать с телеграммы на блан, брали за слово, брали за каждый знак, а потом... Вот оттуда, помните, все эти ТЧК, ВСК, вот эти сокращения, там, ЗПТ. Да, человек получал такую тоже блан, на нем ленточка была приклеена, там буковки печатные, да, крупные. Опять же, был там еврейский, кто-то там по поводу уменьшения этих знаков, что уплатить там, да, кто-то там помер, это еврей, это написали родственникам, изя, все, в ответ пришел, ой. Да, 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 тем более международные телеграммы, они дорогие были. Отвлеклись, дядя написали, есть ли джинсы, ответ был эпохальный, джинс нет, есть Техас, и Техас, и не Руссия. А то вот разница была, видимо, еще старое советское название Техасы, и типа, бери. И дня через два, этот Г-69, ой, это водитель нарочный, там, ой, это Азия, и вот сверток везет и достает настоящие француз джинсы мельбы. Они были хрустящие, они, правда, были дудками, вот, они стояли в углу, вот, они были заклепками, и, ну, правда, были немного великовато, но через три стирки, и так нормально уменьшилось. Да, так стирали обычно, да. Я загнул эти белые манжеты, и вышел я во двор своих французских фирменных первых своих джинсах, это первая любовь, видимо, все в этих жалких милтонцах были посрамлены, вот, конечно, и убиты зырным тузом. Было, было время, да. Но, тем не менее, вот так же пришлось и бахрому, и голочь, и распускали, и все это такое. Ну, посмотрим, что, да, вот, лет назад, и, тем не менее, вот, вроде мелочи опомнится, вот, жаль, что сейчас уже не будет таких сочных деталей у нынешнего поколения. Что же было в мире? На фоне чего мы радовались джинсам, радовались этой водочкой, но мы-то не пили. Еще, еще, наверное, нет. Мы в лучшем случае портвейн 15 или 13, ой, был розовый портвейн, довольно вкусный. Я портвейн эти прекрасно помню, но я, конечно, еще, я только еще седьмой класс закончил, у меня еще целый год оставался до первого алкогольного опыта. А в 73-м году в мире, вот, посмотрим, в Америке был впервые применен штрих-от, вот, не поверите, вот, штрих-от. И в том же году набирала популярность Таня на роли Эвэйдасе. Правда, в общем-то, были роли Эвэй и Эвэй, которые, по-моему, умерли класс. Вот, старые фотографии вчера смотрел там, везде, вот, весь мир, в принципе, на роли, ага, на доску. А у нас были в науке и жизни, в помощь домашнему мастеру, там было из фанеры, из Леси Эвэй чего-то сделать, вот, самому этот скейтборд и доску. Да, там из подшипников делали, основном, да, подшипники использовали. Вот нельзя не вспомнить, что в Вашингтоне в 73-м году открылся судебный процесс по делу семи человек, установивших в штабе Демпартии в апартаментах отеля «Отергейт» подслушивающего устройства. То есть, ой, ты был, вот, потом... Ну, уже началось, «Отергейт» развивался, он начался годом раньше. Ну, не знаю, сейчас, если вымести эти подслушивающие устройства у нас, то из каждого отеля, то это, наверное, ведрами можно выносить, если я правильно понимаю. Ну, это все-таки тогда было связано с выборной кампанией, поэтому на это было обращено внимание. В Греции правительство подавило мятеж в военно-морском флоте, вот, ну, не помню я такого. Ну, о Британии родители детей, ставших инвалидами в результате приема лекарственного препарата «Талидомиды». Вот, что за препарат-то, ой, не знаю. К счастью, к счастью, мы о нем уже не знаем. Ну, получили от фирмы «Дистэнгерс Омпань» импенсацию в размере аж 25 миллионов фунтов стерлингов. Не забывай сюда миллионы, это были гораздо больше, чем сейчас. И фирма не разорилась. В 1973-м случился военный переворот в Чили. Весь мир узнал про гибель президента Сальвадора Альенде и приход власти генерала Аугуста Пиночета. Причем, Женя, обратите внимание, в конце августа Альенде назначил Пиночета главнокомандующим. Да, прошло 20 дней, хватило для того, чтобы произошел военный переворот. Ну, потом стали, вот, уже в наше время вскрываться подробности, что была всеобщая забастовка водителей грузовиков, разгонять эту забастовку. Послали того же Пиночета в итоге. В общем-то, все было не так, уже черное, казалось не так и муж черным, а белое не так и муж белым. Но я помню, что это же было где-то уже в сентябре. Это было в сентябре, да, 11 сентября. У нас был школьный урок военного дела. Мы все приходили в военных рубашках, изучали там автомат ППШ, одевали противогазы и занимались вот прочими милитаристскими делами. И входит такой опечаленный отставник, Дмитрий Семенович, в принципе, хороший дядька, был в военрук у нас, и помолчал, и говорит, давайте встанем. И почти минутой молчания убитых вот этих коммунистов в Чили, и мы там все встревожились, мы не знали, не придавали значения. Вот он нагнал трагедии, поэтому стали интересоваться. Но спели все, ему не лень, уже воспевали вот этот путь, там даже песняры спели, там это убили, и струны гитары. Так это Виктор Хара был такой, да, легендарный стал совершенно исполнитель, да, даже Градский оперу целый написал, стадион, рок-оперу, как раз посвященный Виктору Харри. А популярной такой фигурой был Луис Карвалан, Свобода Луиса Карвалана, помнишь? Он же был арестован, да, потом его арестован, да, когда меняли, да, совершенно верно. Где же нам взять, ну, рифм, слову сменять было, чтобы на Брежнево сменять. Вот, в 73-м году, вот, вот, скажите, вот, в Англии, 73-й год, расцвет музы этих групп, там, грибы, причем отличные группы растут, а радиостанции не могли транслировать эту музы, вот, было запрещено. И поэтому, в ту пору, даже фильм-то, ой, есть, что радиостанции располагались на арендованных кораблях. В русском варианте фильм называется «Рок-волна», по-моему. Они вещали, да, вещали, терраские станции. И вот в 73-м все-таки открылась первая в Англии радиостанция, которая могла вещать музыку. Так и называлась «Лондонс» радиовещательная компания, первая легальная мерча радиостанции, предтеча нынешнего российского эхо-москвы. Только эхо-москвы так не очень много рук музыки передает. Дорогой Леонид Ильич лично во время посещения США с официальным визитом заявил, что холодная война закончена. Вот надо же. Кстати, и в те же годы, но годом раньше, вот, не упомянул, не упомянул, не помню, появился термин «развитой социализм». Социализм, да. Почему-то не «развитый». Ну, так Леонид Ильич говорил, там очень многие вещи у нас грамматические возникали от того, как говорил лошадь. И все на всех этих политинформациях, «развитой-развитой», но верилось, верилось, потому что жизнь улучшалась, плохого ничего не было, стройки были в суду, и, может быть, и, да, в это время верили. В 73-м состоялось открытие газопровода, связывающего Украину с Западной Европой. Вот деньги-то потеряли в СССР, причем не в карманы олигархов, а в бюджет все-таки, и вот оно сказывалось. До санкций, которые ввели после Афганистана, в принципе, жить можно было, в общем-то, беззаботно. Ну, тоже вот события нынче забытые, а вот если бы сегодня случилось, было бы очень резонансным. Научный исследователь «Арабль» Адеми Берт протаранил атомную подводную лодку А-56 в заливе Петра Великого. Погибли 27 человек. Ну, вот я думаю, что, видимо, ничего об этом не сообщалось. Я, честно говоря, сейчас я впервые об этом слышу. Я вот еще тоже заглянул в 73-й год, мне очень понравилось. В 73-м году ведь была большая партийная чистка, Жень. Была такая кампания под названием «Смена партбилетов». Менялись партбилеты. Это под этим лозунгом, как сказать, часть членов партии, условно говоря, не имеющих морального облика, исключались. Вот народ-то перепугался. Вот. Нет, кроме шуток, у меня папа был членом КПСС 50, не помню, по-моему, 3-го, что ли, года, наверное, до «Сталинский призов» 53-го года. Он очень сильно переживал, боялся, что обмен пройдет неудачно для него, а тогда бы это был конец карьеры и так далее, и все. Вот. Но я помню этот момент, торжественное, это я помню сам даже, торжественное вручение членского билета номер 2 Леониду Ильичу Брежневу. Кому номер 1 выдавался? Ленину. Конечно, да. Вот. Сейчас уже дальше. Нет, ну это же был великий ужас, потому что вот эта партийная чистка или смена партбилетов была в 37-м году или в 36-м, и тогда, видимо, численных из партий там... Ну, они потом куда-то исчезали, поэтому здесь тоже этот ужас сохранился. Да, они приехали в лагеря, и я думаю, что очень люди, лишенные партбилетов, встревожились, но, слава богу, времена были уже вегетарианские. Да, уже так это не было. И в этом же году там произошли заметные изменения в Политбюро, в том числе в Политбюро появился такой товарищ, как Юрий Владимирович Андропов. Это как раз был 73-й год. Да, он уже был председателем КГБ. Достижения на фоне всего, что в 73-м на Луну не приземлилась, прилунилась, наверное, межпланетная станция Луна-21, и в путешествие по спутни у Земли отправился Луноход-2, а средняя зарплата по стране составляла 136 рублей 20 эпеек. Так что вот, еще недавно она была где-то в 70-м 108 рублей, я помню, а сейчас уже... Да, потом где-то в 70-м 120-м, здесь 136, но она росла ежегодно. Вот не помню, в каком году, но где-то раньше, в субботу объявили выходным, ну, в общем-то, вот понемножку-понемножку что-то налаживалось. Ну, в Ирове, что же у нас тут творилось в 73-м году на маршрутах областного центра появились первые автобусы ЛиАЗ-677, ласково прозванная народом скотовозы. Ну, помнят люди еще эти оранжевые, светло-оранжевые цветы автобусы. Ну, потому что битком, поэтому скотовозы их и называли. Они ходили в Чапец, даже куда-то по межгороду набивались. Да, они были побольше, но уже такого уюта вот не было в предыдущих. В Часыпик там как сельди в бочке народу было, поэтому так и везли. Вот жаль, что ни одного автобуса не смогли. Я пытался в свое время биться, но, видимо, это и времена было никому не надо. Их все списали, и они стояли где-то, вот видно было с улицы Производственной, была огромная промышленная площадка, какая-то поляна, и она вся, вот там тысячи этих автобусов стояли. И вместе с американскими автобусами, которые Левачин купил нашему городу, их тоже, они недолго жили, быстро списали, вот хотя бы один оставить. Вот троллейбус у нас есть. Так он тоже в таком выражающем состоянии. И вот, к сожалению, никто не заинтересовался. Вот эта идея, вот в Москве же есть музей общественного транспорта, там практически все виды троллейбусов, автобусов, которые когда-либо ходили по Москве, представлены, стоят, они отремонтированы, в них можно нормально посмотреть все. Это, мне кажется, не такая уж дорогая затея. Да, то, что вызывало смех, сейчас бы вызывало приступы ностальгии. Да, безусловно, и было бы посещаемо, приятно было бы зайти, посидеть, это же можно все сделать. Он как, этот паровоз стоит у нас на Карла Марксу, когда залезешь, это же просто кайф, там очередь стоит. Хотя бы перед территорией вот этого автобусного парка. Ну, нет, несколько машин поставить, что бы с ними было. Ну, было событие и в Политехническом институте, ну, можно сказать, и в будущем ВИАДГУ, когда в 73-м году начался прием на новый факультет политехии, инженерно-строительный. назывался он «Промышленный граждан строительства» и стал очень популярным, был большой конкурс. Конкурс был большой на него всегда. Но там же была прямая перспектива, если заканчивал, получал направление на работу в строительную фирму, вопрос квартирный у тебя решался очень быстро, поэтому на ПГС народ шел очень хорошо. В 73-м году в Ирове было создано производственное объединение «РАМ». Ну, оно и создано на бумаге, и построен хороший домик. Это особнячок на углу Варусы, для хлебозаводцев. До сих пор особнячок-то стоит. Там технику ремонтировали, устанавливали. В общем-то, все этажи были заняты, задействованы под это дело. Но техника советская, конечно, имела свойство ломаться, поэтому... Без работы экран не простаивал, да. Мы не сидели. Раньше были все и маленькие телемастерские, разбросанные по городу, в частности, вот в подвале Людоедов на Московской было. Именно в подвале в этом телемастерской. Оттуда съехались. Да, еще, пожалуй, очередь была что-то сдать, а потом получить. А вот сейчас вот я захожу, ну, экран есть, ну, вот у этой там технику продают трактор, и это запчасти к машинам, и это там ателье есть, и такой один-единственный остался, этот телерадиомастер, Михаил звать его, сидит он в самом подвале, без окон. Это вот последний такой, до него жизни от прежнего рана, вот он так же принимает и ремонтирует. Вот вот привет ему, ежели он слушает нынешнюю передачу. То есть вот, а он еще там-то, этот ран еще неокончательно сгинул. Ну, в 73-м побывала в Париже на выставке русско-деревянная... Выставка называлась «Русско-деревянная пластика древнейших времен до наших дней». А побывала там С.Р.Ф. Михаила Архангела. Да, ее разобрали аккуратненько, увезли. Разобрали, увезли, она была, видимо, из лиственницы. Говорят, стырили там целую стену у нее. Ну, есть тут разные слухи насчет того, что обратно вернулось не все, да, вот как бы в Слободском до сих пор поговаривают, и потом же ее разместили немножко не в том месте, откуда взяли. Да, ну, такой пиар был, что без единого гвоздя, ну, да и строили все, и избы строили без гвоздя, но все равно гвозди были, рамы вбивали, там, двери на что-то вешали, шурупов не было, все равно было. А ежели то забыл, то в эту пору, да, это сейчас там что-то там церковное, а утварь там это все, а в ту пору эта церковь была в Слободском. Ее нашли, она была заколочена, без маков, и стояла, это просто сарайчик, это был, и решили снести, когда вскрыли, боже мой, там, церковь. Вот, а там века, и, не помню, 16-го, 17-го. Я тут сейчас уже не помню, 17-го, наверное. Там был музей атеизма, там висели атеистические плакаты, там, в общем-то, что-то такое, и это пионерские антирелигиозные мероприятия проводились, это потом уже в перестройку, видимо. Но, тем не менее, вот, на самом деле, Кировская область, это было очень серьезное событие, согласись в Париже на выставке, здание привезенное из Кировской области, из города Слободского, особо не афишировали. Нет, тогда об этом писали, да, что вот, слава русских мастеров удивила всю Европу, естественно. Не знаю, сейчас она стоит, конечно, тоже не в лучшем состоянии. Ну, она сейчас стоит в центре города, там, практически на Соборной площади, то есть, там все рядышком работает. Ну, перейдем к более глобальным стройкам. Ну, я не знаю, почему, в следующем году город праздновал 600-летие, может быть, было финансирование, может быть, было приурочено, но были довольно-таки крупные стройки, вот, например... Скорее всего, было финансирование торжественного праздновалось бы, эта дата готовилась. Заранее, не в 74-м, вот, а в 73-м, начал работу ИРОС и Биохимзавод. Задуманы крупнейшие предприятия микробиологической промышленности по производству армовых гидролизных дрожжей из отходов лесопиления и деревообработки. Ну, помню, газеты того времени захлебывались от восторга, что сейчас вот мы изопилы сделаем дрожжи на этих дрожжах, у нас свиньи все вспухнут, и мы весь город свининой завали. Мы все ждали, у-у-у, сейчас там свинины, горы представляли на прилавках, но как-то этого не случилось. Единственное, что случилось, были варианты размещения этого Биохимзавода в разных местах, в том числе, по-моему, чуть ли не в Дороничах, еще где-то. Ну, я не знаю, почему, тоже волевым решением ОМО-партии, там, может быть, коммуникации... Коммуникации, там рядом ТЭС-4, они работали, да, на перегретом паре. И воткнули в то место, где, в принципе, Роза Ветров, она... Ну, Розу Ветров-то нам рисовали, в газете даже печатали, что вроде, ребята, на вас ничего не подует. Ну, дуло-дуло еще. Ну, дуло-дуло-дуло. И тоже много было шуток с этим связанных, там говорят, вот сегодня воздух чистый, над Биохимом нет дымка. А тут кто-то отвечает, вы знаете, говорит, то, что дымок, это не ядовитое. Ядовитое, оно, говорит, всегда без цвета, поэтому... Ну, да, но утешение слабое, но... Тем не менее, опять же, Евгений, вот этот завод открыт в 73-м году, он, как ни странно, до сих пор жив, это, кстати, единственный из всех биохимзаводов советского времени, который остался на плаву, который живет... Но он сам был крупнейший. Да, и до сих пор производит те самые кормовые дрожжи. Но в ту пору, вот, когда его построили, попасть на него было не так просто, это считалось престижным, новое предприятие. Это было новое, это было современное предприятие, понимаешь, там все было построено заново, на самом деле, да. Вот на приборостроительный завод, там чуть ли не характеристик и со школы надо было, если ты даже рабочим и на биохим, там были разные вся, масса была специальностей, и это истлородная станция, чего-то вот всего сопутствующего, но туча это сейчас, вот с завода выходят, ну, где-то вот я был на остановке АвиТЭК, там 10 минут вот народ вышел, и там 300 человек рассосались, ушло, а ведь раньше с того же АвиТЭК выходила Мама Негры, там часами шли шли с Илепси, и на биохиме тоже. Илепси, и биохим был очень большой зал, конечно. Ну, еще одно предприятие, оно сейчас, правда, застроено, его было видно с улицы Московской, это угадайте, что там за завод-то в 73-м году открылся. Я даже что-то могу описать. Маргарина вызвал. Маргаринка. Маргаринка. А теперь это у нас великий холдинг здраво, да. Да, это позволило обеспечить у нас, вот, маргарин, это реально, если от биохима свинины, в принципе, не прибыло, но не ощутили, а тут сразу появился майонез, помните, вкус того майонеза в баночках с жестяной крышечкой, это было настоящее. Там еще несколько вариантов было, был один, «Весна» назывался, с укропом, да-да-да, был просто «Провансаль», да, то есть это реально появилось. И причем другие регионы соседние люто завидовали, например, тогда еще Горьковская область, у них майонеза не было, и когда туда ехали, то 10 баночек туда майонеза отвозили в подарок. Нет, на самом деле, очень много, и с маргарином, а тогда маргарин был довольно-таки распространенная штука в домашнем хозяйстве, то есть его тоже было очень много на витринах, все местного производства, это было такое полезное предприятие. Но была такая субстанция, комбижир. Комбижир был, да. Вот сейчас забыли, а тогда лежали на прилавках-то и уже расфасованные, завернутые в пергаментную бумагу-то и это комбижир. На вес продавались. У меня был пёс такой, охотничья собака, Драдхар, он однажды не успели там убрать, и он сожрал килограмм этого кумбижира вместе. Раз пёс сожрал, значит, жир был настоящий. Жень, сделаем давай небольшой перерыв, у нас время перерыва, и вернемся потом в 73-й год. Продолжая программу «Сделано в вятке», у микрофона Николай Голиков, и в гостях у нас традиционно вятский историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета Евгений Питунин. Мы говорим про 73-й год. Так оба улыбаемся, потому что Женя сказал, о чём мы сейчас будем говорить. Ну, сейчас, не сразу. Не сразу, конечно, да. Интригу продолжим. Мы остановились пока на маргаринке. Слушай, мне кажется, вот этот комплекс зданий, где-то маргариновый завод, винный завод, они, по-моему, где-то одновременно появились в то время, или их всё-таки в разное время построили? Нет, винный был раньше, там были деревянные дома на месте дома печати, и вот они этот угол занимали московский. Маргарин устроили на пустыре. Когда мы учились в школе, то нас мобилизовали. Вот в 73-м уже перед выпуском на субботне, и там, видимо, все школы, у нас девочки, они прибирали мусор, там убирали всё. А нас почему-то назначили человек 10, сочли, что мы руты этих нори, спросили, у вас есть труд, нам есть, и нас куда-то наверх, там были вентиляционные шахты, вот вентиляторы железные, они были ещё не крашены, и у них лопасти задевали вот за корпус, и нам сказали отогнуть. И мы-то это гордились, распираемая гордостью. Да, вы очень серьёзное дело делали, да. Коспромовцами отгибали эти лопасти, чтобы они не стучали. Но, да, вот даже омбежир, про который вот вспоминали, наверное, все-таки было полезнее, чем нынешнее пальмовое масло. Нет, ну, в любом случае, это был натуральный продукт, об этом не стоит даже и говорить, это понятно. Вот перед этой передачей ехал в машине, слушал тоже эхо, вот очень хорошо рекламировали нынешнюю вот эту гонку, велопробег, который будет в воскресенье. Велопарад завтра, ой, в воскресенье с утра будет, да. И всё, даже захотелось проехаться, а ведь в 73-м году тоже был культ велосипеда, тогда, конечно, не было навороченных там всяких горных. Нет, ну, гоночные были, типа Старшесе, вот такие вот уже были у кого-то. Это 3-4-5 скоростей, но не 21 скорость. Фетбай там или прочее понятие не имели. Нет, просто слов таких не было ещё у нас. Просто считалось, что очень престижно, вот у нас целые банды во дворе, и мы вот подростков уже были, самые юные на школьниках выезжали, ну, не считая, был такой ветерок, где надо было крутить педали безостановочно, на литых резинах и шинах. Был великолепный Орлеон, ой, чуть побольше ветерка, да, Салют, тоже подростковый, вот уже, а многие вообще не могли дорасти, доставался от отца или от взрослых велосипед, ездили под рамой там. Да, было такое под рамой, то маловато, да, то там ногу под рамой вставлял. И поэтому, если город-то взять, вот, то... Ну, тогда транспорта на улицах было гораздо меньше, велосипедистам было вольготнее гораздо. Транспорта было гораздо меньше, да. Год назад до Зонихи съездил, машины вообще не было. А тут вот, представьте, что все улицы у нас центральные, они в асфальте, вот, вся помельче, они практически... Ну, некоторые были в асфальте, вот, я же, у нас в Америке, она была в асфальте. Улица Малина, все вот взять Свободу Володарского, они же были, практически, не доходили до профсоюзной, там, ТЭ Шанхай были, там же и в конце Октябрьского, поэтому было Уча-Садов, где росли там и это, ислые, вечно зеленые сливы, и это яблоки, которые фактически никому... Нет, яблочки-то нормальные росли, хорошо, мы их тырили с большими... И подержала такая детская велобанда на разных велосипедах. Обычно девочку одну оставляли на стреме, стеречь эти велосипеды где-то на деревянном тротуаре, в крапиву там складывали, и пацаны лезли через забор и в рубаху, обирали, да-да-да-да, обирали яблоки, а потом выбегал хозяин, и все на велосипеды, и быстренько в рассыпную. Кстати, да, проблем же с теми же великами не было, я помню прекрасное, что я просто в конце мая брал в прокат на три месяца велосипед, вот это же Старший Сэ, прекрасный велосипед совершенно, у меня он три месяца был. На тротуарах был велосипед. Да-да-да, то есть я, там какие-то незначительные денежки совершенно платили, у меня на весь сезон был велик, потом я его спокойно сдавал обратно, когда школа начиналась. Это даже было круче в своей тусовке, это вот чем сейчас Лексус, там, ну, приехал у тебя, если какой-то на трубках, все, ну вот. Ну, тогда служба проката очень активно работала, кстати, по любой технике, по телевизору, Да и школьник стоил 21 рубль, вот я помню, он был еще с закрытой рамой, это поздние школьники уже были, там, но тем не менее, вот любили велосипеды, у меня был красный школьник, я даже, когда был дождь, я просто в квартире сидел на нем и изображал, что еду, но это было не самое крутое, потому что Джон Леннон вспоминал, когда ему купили велосипед, он в первый день положил его спать рядом с собой на кровати. Ну, поговорим не о Ленноне, поговорим еще об одной. Рок-звезде, рок-супер-звезде. Рок-супер-звезде, тоже, да. Да, фамилия Эбоу из Ват Дэвид, вот Дэвид Боуи очень боялся летать на самолетах, и поэтому, завершив в апреле 73-го серию концертов в Японии, решил возвратиться в Лондон по железной дороге транзитом через СССР, двух мягких купе, фирменного поезда, Россия, да, Владивосток, Москва. Там была пара охраней, прихлебала журналист из издания, на станции Кожиль, ну, вот не знаю даже где, Боуи попросил журналиста сгонять за запустью, вот, а тот затоварился на перроне десятком пирожков с яйцами, ну, это и бабки продавали тогда, и это рестораны продавали, эфэш и разное все. Ну, после этих пирожков, где-то там ужасу нашей всей ГБшной службы, которая наверняка его сопровождала в соседних вагонах, там, со страшной силой. Сокрытый город Иров, Дэвид Угои, Дурес, и поплохело, ехать он дальше не мог, поэтому в Ирове пришлось его сгружать с подозрением на дизентерию и госпитализировать. Вот, да, госпитализировать, это вот не удалось вычислить, но вполне, вот, вероятно, что и в рядовой инфекцион, потому что, если уж иностранца, хотя бы вот в этот, где институт биологии, туда в госпиталь, то очень маловероятно. Иностранца туда точно бы не пустили. Где память ставить, мы не выяснили, но... Ну, как бы, вот, люди, которые эту легенду прекрасно знают, конечно, мысль такая, что все-таки в районе инфекционной больницы это было бы правильно. Другое дело, что вот сидячий, 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 потому что, или стоячий памятник, тут вопросов много, потому что, судя по всему, он там большее время, судя по этой легенде, он большую часть времени все-таки просидел. Ну, он помнит Любову и сейчас, ну, не знаю, вот, конечно, география его визита была строго ограничена больничным сортиром, из которого он практически не вылезал. Рух общения спецмедперсоналом, не просто медперсоналом, видимо, вот, как писали СМИ, и искусствоведами в штатском. Ну, вот, в своем творчестве визитов Иров он никогда-то и не обращался, но тем не менее... Я бы на его месте тоже, наверное, без удовольствия вспоминал о днях, там, в закрытом заведении, или еще, знаешь, вот сейчас-то в эту инфекционку зайдешь, так мало удовольствия, а тогда, наверное, еще все-таки похуже было. Не знаю, не знаю. Ну, а пройтись он по Ирову, он был бы приятно удивлен. Он же в итоге, когда он приехал в Москву, он прекрасно погулял по Москве, кстати, еще и гиппоп потянулся к нему, они вдвоем гуляли на Красной площади. Да, фотографии есть. Да, множество очень фотографий есть. Ну, у нас вот центр, по крайней мере, там, конечно, понравился бы ему, что это хороший, ровный асфальт, деревья, чистый город. Деревья было много, на самом деле, да. Люди, в отличие от стиля, уже заволосатели, все они, кто не гонял там, да еще и рассели пересю водорода, и были блондины искусственные, ходили, и музыку услышали. Вот интересно, послушал бы он наши ВИА 73-го года. Ну, 73-му году гиперпопулярными стали белорусы и песниры. Да, это был взлет безумный. Два первых винила, вот они стоили 2,15, уже было. 2,15, если был оформленный конверт, а если рубль 85, если просто с дырочкой была. Ну, они были, конечно, там была мутная ртин на первой странице, на второй там была типа график, и они там стояли, вот у меня сохранились, я даже из двух первых альбомов я сшил двойной альбом. Двойничок. И родительница доставала, были на почте дефицитные из-под полы немец и журналы, мелодия, ритм, где был разворот, с какой-то группой у меня вот уже стояли там за стеклом в книжных шкафах многие группы вот зависти, одноклассников. Песниров вырезал, сделал, и когда приезжал Мулявин с Борткевичем еще в составе Песниров, за месяц до гибели, я с ними вел передачу на Русском радио, вот этот диск достал для автографа, они такое изумление изобразили, что откуда мы такое не вели, я сделал сам из ваших двух, вот. Но тем не менее, в 73-м на Гревне по-прежнему были веселые ребята, начала петь группа Ариэль, Ариэль, да, Ярушин как раз, Валерий, он тоже в Киров приезжал неоднократно. Ходили, пели под гитару, это было самое золотое время, да, и по бульвару, и всюду, три человека собирались без гитары уже, а что пели, причем, ну, не было ведь особого репертуара, вот я помню, к ужасу сегодняшнему пели все там, начиная от, это, а по тундре, да, по железной, да, да, это было, да, да, да. Вот это, это вполне считалось нормально, то есть, ой-то, сейчас бы сказали вежливый шансон, а тогда просто эти пели были, и это, блатные песни пели. Дворовые блатные песни пели, кто-то пел что-то уже, и из тех же веселых ребят кое-что пелось. Ну, и потом мы быстро подхватывали, например, Эдуард Хиль спел «Березовый сок», вот его так же пели на весь двор, Анофриев спел в фильме. Да, есть только миг, есть только миг. А, кстати, если о фильмах, не забывай, что в этом году, в 73-м в августе было, помнишь, 12 дней тишины в августе, когда на экраны вышел фильм «Семнадцать виния весны», как раз вот песня «Оттуда мгновение» тоже была безумно популярна. Ну, Абзон спел, такие же мега-хиты, ну, сейчас я не помню, Таисия Леничан спела первое «Золушку». Золушку, потом я пел «Осенчина» Людмилы. Геннадий Белов спел «Дрозды», по-моему, эти «Дрозды» пели «Все кому не лень». И последнее, этот «Сектр Газа» спел уже в неприличном переложении, там, ну, это ладно. Ну, собирались вот так же, по-прежнему еще джинсовый бум не начался, джинсы, ну... Ну, нет, уже были, почему? Они, кстати, недорогие, они были недорогие. Какое что-то мне предлагали, райфл какой, за 60 рублей предлагали, упакованный, да. Ну, а в мире все-таки, вот, появлялись самые гениальные диски, наверное, в частности, вот, чего стоит один пинхоид в 73-м году, да, он как раз вышел в 73-м году, Бен Донтарану, Пола Маккартни вышел в 73-м году, понимаешь, сразу все, на всех танцах заиграли Мисс Вандер, Хо, Хей-Хо, или там по-русски Хоп, Хей-Хоп, да, да, да. Женя, у нас буквально остается 30 секунд. Ну, и гениальные фильмы, ну, из импортных, конечно, мы потрясение получили, это очень сливчо, с группой Animals, Молкома Макдауэлл, но из наших это было, нельзя не упомянуть, в бой идут одни старики, которые вообще... Иван Васильевич вышел, меняет профессию, слушай, вспомни-ка, тоже ведь совершенно был такой лидер проката, да, Иван Васильевич. Иван Васильевич, потом в 17-м мгновении. Калина Красная вышла, Ушубшина, да, вот. То есть было, что посмотреть, что послушать, что упить, чем усить, вот хорошее время было. И главное была вера в то, что и дальше будет все хорошо. Да, потому что все-то еще строилось, развивалось, все ждали, да-да-да, на Луну улетали там, и все-все-все, и не ожидали, что вот какое-то торможение и застой. Тогда еще об этом на самом деле не думали. Это было счастливое время, я тоже хотел бы в него вернуться. Жень, спасибо. Я рад, что вы побывали с нами в 73-м году. До встречи в 74-м. Спасибо, до встречи в 74-м году. И вспоминайте ваши 73-й и 74-й годы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова